Бирь, бирь Итак, дорогие гости, едем дальше Все еще мы находимся в районе Султан Ахмед В туристическом районе, в историческом районе Стамбула Видите, справа и слева от нас родные рестораны Не могу сказать, что это лучшие рестораны Стамбула Это туристические рестораны Да, знаете, правила нужно посещать те места, куда ходят местные Крепостная А за стеной территория дворца Топ-КП Дворец Топ-КП Это дворец В котором Рождались Жили И отсюда правили Империю свою Султаны Дворец был построен в середине 15 века Можно сказать, что почти сразу после взятия Константинополя И в этом дворце на протяжении 400 лет Жили султаны Османской империи 25 султанов Первые шесть султанов жили в городах Бурса и Эдирны Следующие 25 Жили здесь, в этом дворце Топ-КП А последние шесть султанов Жили в дворце Долма-Бахчи Куда мы и поедем с вами, но чуть позже Значит, слева Это Босфор Справа Мраморное море И С той стороны пролива Азиатская часть Стамбула Район Кадыкёй называется Именно там был основан и первый город на проливе Это случилось в 7 веке до нашей еры Основали этот город первые Жители греческого города Мегара Примерно в середине 7 века Они отправились в морское путешествие Путь Искать новую землю, чтобы основать новый город Доплыли они до пролива Им понравилась, видимо, азиатская часть пролива И на той стороне основали город Которого назвали Халкетон Теперь это район Стамбула И называется Кадыкёй 35 лет спустя Вторая группа мегарцев Также отправляется В такой же морской путь Тоже искать новую землю Чтобы основать город Но в этот раз С ними был и Вождь города Мегара А это был Бизос Перед тем, как отправиться В путь Бизос Обратился к Оракулу С вопросом Что с нами будет? Найдём ли мы такое Красивое Место хорошее Удобное Чтобы основать город А Оракул ему отвечает Да, найдёте Вы будете жить Напротив Города Слепых Конечно Бизос Сразу не понял Что это за ответ Такой Что за слепой город Что за слепые люди Он не понял Ну Отправляется Бизос Со своей команды Они тоже Доплыли до Пролива До Босфора Но Им понравилась Европейская сторона И здесь Они основали Город И этот город Назвали В честь Своего Вождя Бизоса Бизантионом Город Долго Так назывался Бизантионом До 330 Года В начале 4 века Константин I И принимает Очень важное Решение Сам Константин 3 или 4 раз Только посвящал Столицу Римской империи Рим Он больше Времени Находился В восточных Районах Своей империи И вот Он решил Столицу Римской империи Значит Переместить На Восток Долго Думал Какой Город Станет Столицей Римской империи И Наконец Остановился На Бизантион В 324 Году Началось Очень бурное Строительство В Бизантионе До 330 Года В 330 Году Была Провозгласена И Новая Столица Римской Империи Город Неа-Рома Значит Этот же Бизантион Переименовали Они Как Неа-Рома Или Новый Рим Город Назывался Новым Римом Недолго 7 лет Только До 330 До 337 Года А после Смерти Константина Город В честь Него Переименовали Константинополисом Значит Сначала Бизантион Потом Новый Рим А потом Уже После Смерти Константина Город Назвали Константинополис Или Город Константина Так Переводится Константинополис Город Константина Город Назывался Не прямо Так Константинополис А Константиния Это Был Такой Османский Вариант Константинополисом Вот, имя Константина присутствует, Константинье, и официально город назывался Константинье до 1935 года, а в 1935 году официально уже город переименовали Истамбул. Значит, правильно, Истамбул. В начале И, и через Н, через Н, Истамбул. А откуда такое, значит, название города? Есть две такие главные версии. Первое, что, ну это, турки любят, вот, первую версию, что всё это, вообще-то, связано с исламом, что происходит от Исламбол. Ну, это как много ислама, Исламбол. А есть вторая версия, что это происходит от греческих слова «Истамболи». «Истамболи» и вот, или «Стамболи», и так со временем получился «Истамбул». Справа посмотрите, морские крепостные стены Константинополя. Обратите внимание на морские, на вот эти морские крепостные стены, потому что потом мы посмотрим ещё и на сухопутные крепостные стены. «Истамболи» отличаются от морских стен. Итак, дорогие гости, мы уже находимся в районе Зейтинбурну. Зейтинбурну переводится как «Оливковая мыс». Видимо, здесь были оливковые рощи, поэтому и такое название района. Ух ты, какая красота! Зейтинбурну – это район, в котором находились все кожные фабрики «Истамбула». Вот посмотрите справа, вот такой парк, такая зелёная зона. Вот здесь и находились все эти кожные фабрики, которые обрабатывали кожу. И, конечно, всё время здесь стоял неприятный запах, тяжёлый неприятный запах. Это интересно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok